Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Кузьмин, я из Санкт-Петербурга, Ленинграда, представитель Рабочей партии России. Во-первых, хочу похвалить товарищей рабочих за смелость, потому что шаг в наше время, так скажем, не распространен далеко. То есть рабочие все еще надеются где-то там, не знаю, сверхурочным подоработать, еще что-то сделать такое. Но почему-то не думают о коллективной борьбе, хотя как бы все мы знаем, что один в поле не воин. Несмотря, опять же, на какие-то исключения. Поэтому вы большие молодцы, я уверен, что у вас впереди хорошее будущее. Вот почему вообще профсоюз организует? Вот как правильно Максим Сергеевич сказал, первый вопрос это зарплата, финансовый вопрос. Почему нас вообще волнует? Потому что происходит инфляция, правильно? А что такое инфляция? Инфляция это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Это известно. Так сам Путин говорит, что повышать должны. И при этом в Конституции Российской Федерации сказано, что государство заботится о повышении благосостояния граждан и о свободном развитии граждан. Соответственно, сказано, но каких-то санкций за нарушение того, что сказано в Конституции у нас не предусмотрено. И поэтому рабочие, образуя профсоюз, берут на себя такую обязанность, наверное, правильно сказать, бороться за реализацию пункта Конституции. То есть это полное соответствие Конституции Российской Федерации. Откуда инфляция-то вообще берется, в первую очередь? Она берется из того, что у нас в настоящее время, мы живем в капитализме, у нас есть крупные монополии, которые работают не по рыночным законам. Они могут вертеть своими ценами, как хотят, и постоянно их повышают. И профсоюзы, и вообще любые организационные организации, лучше сказать просто, это попытка и путь рабочих создать монополию на продажу рабочих сил. Только монополист может диктовать цены. Это очень важно. Также у нас сейчас в стране идет специальная военная операция. Вот, в соответствии с этим на нас наложено множество санкций и, соответственно, много очень работы. Много очень работы. Нагрузка, конечно, ложится на рабочих в первую очередь. И, наверное, в максимальной степени. И поэтому рабочим надо и отдых заслужить, и зарплату повышать такую нагрузку, и прочее-прочее обеспечивать условия. Опять же, для этого нужен как минимум профсоюз. Силу набирать, вам правильно сказали товарищи, нужно набирать силу, набирать электорат, набирать 50% плюс 1 и выходить на коллективный трудовой договор, предложение. И вот здесь у меня есть распечатка. Вы как раз вы считали, да? Мои предложения по основам выжимка, так скажем, основных пунктов коллективного договора, которые можно предложить товарищам по работе для того, чтобы привлечь их в профсоюз. То есть, там единственный момент, что у нас 12-часовая рабочая деятельность. Да, это просто шаблон от меня и от Рабочей партии России. И который вы можете менять под себя, как вам в конце. Ну да, что нам надо выберем. Да. Ну и спасибо за слово, да, я заканчиваю. Если что, обращайтесь в Рабочая партия России, либо ко мне, либо на сайте, искайте телефоны, контакты. Можем обменяться в конце. Спасибо большое. Спасибо.